Потому что Амад Накар Ван Джур это та, которая собственно настроила с киперзверя на то, чтобы он воевал постоянно с Пароном. У меня такой вопрос по поводу боевых котов. Я конечно понимаю, что не по теме сейчас могут именно по-равнивому. У меня нет. Все, на земле больше нет. У меня нет. Я не ответственный за всю землю. Я не прошелся по земле, по каждой пещере, у каждого посмотрел, что нет. Я знаю, что у меня нет. У моих знакомых нет. У кого есть, может есть. У меня нет. Больше того, а что мы с ними делать будем тогда? Сейчас есть такая штука, как автомат Калашникова, который любого боевого кота отправит в мир и ночь. Ты просто вспомнил ваши лекции, вы говорили о том... Ну, парды, это огромные такие, да, были. Ну, и не только боевые, это охотничьи, скорее, коты. Такие. Ну, охотничьи, боевые, да. Охотничьи, боевозащитные коты, которые защищали своего князя. Ожирали врага, который на князя нападает. Могли своего хозяина полудохлого дотащить, куда надо, за шкирку. Такие были верные, да? Ну, да. Мне хотя бы раза четыре в текстах точно попадалась история, как кот дотаскивает своего хозяина до, ну, соответственно, замка или до города, с которым он происходил, после того, как на него напали в нескольких случаях. Или после того, как его подстерегли, или после того, как он проиграл в битве. А кот его зубами... И в город идти полечить. То есть, такой был. Ну, чего? Говорят, что во время Второй мировой войны лошади довозили иногда своих до нужного места. Не, ну, лошади, да. Лошади, ну, как-то, понятно. Просто я первый раз услышал именно в ваших лекциях, именно в этих попах. И я это изобрел тоже. В летописях это тоже описано. Даже в христианских описано, что такой кот был у... Того глюка, который называется Ярославом Мудрым. Ну, возможно, сейчас где-то есть такой кот. Ну, возможно. Можно приколожить. Ну, это да. Это я не буду говорить, есть, нет. У меня нет. Это я точно могу... Хоть на детекторе лжи подтвердить. Понятно. Ну, символика вот, в богов, как-то понятно. Кстати, вот тот, кто известный индусам как Парашурам. Здесь, я так понимаю, что здесь написано, как эта матрица, здесь это какой-то... Это какой-то опасно, какой-то... Прошурам, они не знают. Ну, предыдущие, там же, идея 10 воплощений. Манси Аватара, Курма Аватара, Вараха Аватара. Я не столько глубоко, это человеческое, так что... Жаль. Ну, ничего страшного. Я по-своему, я больше практику медитации... Ничего страшного, все будет хорошо. В общем, суть в том, что воплощение Всевышнего 16 тысяч лет назад. Когда он защищал славян от донавов, подводных товарищей. Я читал, слышал вашу лекцию. Под водой сидели определенные товарищи. Они начали там нападать на людей. Да. И попросили Всевышнего, чтобы он защитил. Да. И вот это проявление он... И Всевышний пришел, стекир пашкировал Чернобога, который пытался их защитить. Вот у него на щите изображается отсеченная голова Чернобога. И в Митроизме традиционным изображением Митры является, как Митра отворачивает голову и режет глотку быку. Ну, то есть убивает Чернобога. Это там в лекции, когда Чернобог быка и Касанца, потом через... То есть там первое, что Донавы после как раз всех этих катаклизмов Кадафата падало и все остальное. У донавов разрушился город. Донавы вылезли в Европу, начали уничтожать славян. Славяне взмолились Всевышнему. Всевышний воплотился. Всевышний пасекир пашкировал основных донавских лидеров и большую часть войска. Воплотился Чернобог в виде черного быка по молитве князя Донавов для того, чтобы защитить Донавов, потому что князь ему молился всю жизнь, и Чернобог имел обязанность. Он знал, что он не сможет победить Всевышнего, но он решил хоть... Ну да, я помню... Я не видел, но моряки говорят, что есть. Говорят, что периодически что-то всплывает, что-то там творится. Так что, ну, наверное, есть. Мне вот мои знакомые моряки конкретно говорили, что там что-то есть. Вот, которые конкретно там не так, что от порта к порту, а которые по морям плавают там. Они говорят, что-то светится в воде. Подлодка, не подлодка. Другой корабль, он не может, ну, глубоко, то есть, ну, что там такое. Какими-то разными цветами, как-то не так там. То испарение, то еще что-то. То есть, ну, там творится что-то вот свое просто. Причем на их корабле никакими приборами вот они фиксируются. Я потом еще посмотрел, что в интернете. В интернете тоже есть фильмы на этот счет. Тайны океанов, где показано, что там есть жители. Когда-то в детстве мне показали фильм, где батискафи спускались в океан и попали вот как, ну, в некое другое пространство. Там драконы были и все остальное. Аллах помилуй, Кришну. Да. Вот такое в детстве смотрел фильм. Как это называлось оно? Атлантида или погибшая Атлантида или что-то. Может, воскресшая Атлантида. И воскресшая Атлантида. А третий день? Ну, именно такая была проигранная. А она воистину воскресшая? Или нет? Не знаю. Просто, что наши люди сюда попали. Ну, просто я говорю не за такие фильмы. Я говорю, что вот журналисты сделали фильмы о том, что одни говорят, другие говорят. Потом еще же была такая штука, что в некоторых реках какая-то штука плавает. И подлодок нету сейчас таких, которые могли бы в тех реках плавать. Тем более, там, в 50-е годы вообще не было таких подлодок. А там плавает, а там лазает. То есть... То есть, про Амазонку? Да не только про Амазонку. Даже, допустим, про Рейн тот же самый. Ну, в каких-то... Может, и в Амазонке. Я не говорю, что там нету сны уже. Ну, я просто детсожек встречал. Ну, вот. То есть, я просто смотрел то, что я смотрел. И вот. Вкратце, такая история Радагаста. Это кто? Это это. Шука Вахва. Да. А посередине кто? Тут написано Сила. Да. А кто такая Сила? Жена Бога Сила. Всевышний, одно из Его имен Сила. Также Сила это имя Рады. То есть, получается... Он род, она рада. Он свараг, она матерь свар. Он сива, она сива. Он радакош, она макош. И так дальше. Почему он так тут? Вот. В этом... Это просто так... Это так сильно, да? Нет, просто изображение, как одну из троиц, почитаемых западными славянами. Палапские славяне почитали Палинуса. Это имя, одно из имен Шукра Рахмана в качестве Бога Огня. Почитали богиню Сива и ее мужа Радагаста. По сути дела, Бог Сын, Бог Отец, Богиня Нат. Пока еще. Продолжение следует...